Тем временем в Кирове нашлись перевозчики, которые готовы закрыть бреши на маршрутах, которые буквально исчезли с улиц. Как решается проблема с общественным транспортным в областном центре и что такое новая модель транспортного обслуживания, расскажет Милана Поварницына. Анатолий Иванович живет в поселке Новом. Он привык к седьмому маршруту, который появился несколько месяцев назад. Вот только на этот раз дождаться автобуса ему было не суждено. Полтора часа ждал, так не дождался. Оказывается, они отменили этот рейс. Вынужден был на двойке поехать. И хотел до вокзала доехать. Оказывается, она не туда поехала. К подобным случаям кировчане уже привыкли. Ситуация усугубилась в связи с арестом автобусов «Алексавта». Сегодня 50 машин стоят на штрафстоянке. А чтобы город не остался без общественного транспорта, администрация Кирова провела конкурсный отбор перевозчиков. Все, находясь в равных условиях, все имели возможность подать заявку, все имели, соответственно, возможность высказать свое желание или нежелание участвовать в конкурсе. В результате этого был в конкурсной комиссии сделан отбор в пользу перевозчиков, которые являются открытое акционерное общество АТП и общество ограниченной ответственности АТХ. С данными перевозчиками заключены договоры на временное обслуживание маршрутов. Новые перевозчики уже начали транспортное обслуживание маршрутов, на которых ранее работала группа предприятий «Алексавта». В администрации констатируют, они со своей задачей справляются. Так, двойка теперь ходит регулярно. А 46-й автобус, приезд которого совсем недавно был мечтой, теперь реально дождаться. Долго ли приходится ждать 46-й автобус? Мину 20. А пока в городе выправляется ситуация с пассажирскими перевозками, в администрации строят планы на создание новой модели транспортного обслуживания. Для этого изучался опыт других городов, где упор делается на обслуживание транспорта муниципальными предприятиями. В Кирове уже начали проводить мониторинг нескольких маршрутов. Рассматриваем возврат к старой советской схеме обслуживания, которая существовала до 1991 года, пока каждый перевозчик не стал под себя рисовать максимально длинный, максимально выгодный маршрут с точки зрения пассажиропотока. И уже на этот вариант наложить изменившиеся пассажиропотоки. То есть этой работой будет заниматься специализированное учреждение. И мы надеемся, что где-то до конца 2013 года нам представят новую модель. Пока всех карт власти не раскрывают, но обещают, что кировчаны ждут изменения. Так разработчики рассматривают радиально-кольцевой принцип организации движения. Это означает, что появятся новые тарифные планы. Поминутный, почасовой проезд. А главной задачей разработчиков станет оторвать перевозчика от пассажира. Это позволит избежать гонок за пассажирами и, как следствие, работы в убыток. Перевозчик, заключая новый договор, будет получать деньги за час, отработанный на линии. Это очень важный момент. Почему? Потому что, когда перевозчик будет получать за час работы на линии, он не будет привязан к пиковым нагрузкам и к пассажирам. Он будет обязан равномерно с 6 утра до 11 часов вечера обеспечить работу на линии. При заключении новых договоров перевозчику поставят условия. В течение года он обязан закупить новые автобусы большей вместимости. А пазики, скорее всего, исчезнут. Как говорят в администрации, эти меры для того, чтобы машин в городе стало меньше, а график работы перевозчиков плотнее. То есть, все для комфорта пассажиров. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.